и взять отчет самого себя. Шестое и последнее — это сохранение знания. Уважаемый брат, требование знаний — это трудное дело. Да, так как это благородное дело, оно очень трудное. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ни о ком не говорил, что ангелы покрывают их крыльями милости, кроме как про людей, которые требуют знания, потому что они занимаются благородным делом, и каждое благородное дело трудное. Добиться успеха в нем может только достойный. Аллах почтил вас знанием, так храните же его. Храните это знание и не теряйте его. Требование знаний трудно, но сохранение знания еще труднее. Как знание может быть сохранено? Во-первых, действием в соответствии с ним. Во-вторых, это не нести знание туда, куда не следует. Это не твое знание, а знание Аллаха и знание пророка. Это аманат на твоей шее. Аманат на твоей шее. Знание передавал.